Два факта мошенничества, 11 фактов оскорбления в неприличной форме, то есть унижение чести и достоинства, было зафиксировано отделом милиции Полевского городского округа за прошедшую неделю. Один факт оскорбления представителя власти при исполнении своих должностных обязанностей. Гражданин, 81-го года рождения, высказывал слова оскорбления и хватался за оформленную одежду сотрудников милиции. Познакомила нас со сводкой происшествий старший инспектор штаба УВД Елена Александровна Карманова. Майор милиции отметила, за период с 28 июня по 4 июля было совершено 18 краж чужого имущества, раскрыто 4. На прошлой неделе сотрудниками уголовного розыска задержан находящийся в розыске вор-карманник, который совершал кражи на территории нашего города. За период с по июнь он совершил 4 преступления, одно из которых это кража из иконной лавки Петропавловского храма. То есть там были похищены золотые и серебряные изделия. Похищенный мужчина сбыл в Екатеринбурге, но несмотря на это в отношении данного задержанного в суде города Полевского расследовалось уголовное дело за кражу. Он и продолжил такие свои преступления. На данный момент мужчина арестован, избрана мера пресечения. Арест он находится в следственном изоляторе. 7 из 8 фактов угроз расправы с гражданами раскрыто. 21 обращение по фактам нанесения побоев. Из них раскрыто по горячим следам 17, продолжает инспектор. 12 случаев повреждения имущества. В 8 из них повреждены автомашины, оставленные на улицах и во дворах. В одном из случаев задержать подозреваемых помогла бдительность соседей. 29 июня вечером двое молодых людей в районе улицы Карла Маркса заприметили машину, автомашину Волга, старенькую. А раз дело было вечером, им пришла идея вытащить автомагнитолу. Они подошли к машине, огляделись. Ну, они же не знают, есть сигнализация или нет. На транспортном средстве разбили стекло и быстренько отошли в сторону. Хотя был вечер, многие жители еще не спали, потому что это находило, было жарко, летний период. Но никто ничего не сказал. И только когда молодые люди залезли в автомашину, начали вытаскивать, один мужчина с балкона крикнул «Эй, что вы делаете?». И на счастье или на несчастье этих воришек мимо проезжал наряд патрульно-постовой службы. Именно этот крик они услышали и сразу подъехали к автомашине и увидели, что молодой человек сидит на водительском сидении и пытается похитить. Данные молодые люди доставлены были дежурной частью, они сознали, что они хотели похитить вот такое вот чужое имущество. На этой неделе сотрудниками милиции раскрыта кража имущества, совершенное в доме по улице Малышева. Двое молодых людей, жители Полевского, 89 и 85 года рождения, проникли в частный дом и похитили игровую приставку, 20 дисков и паспорт хозяина. «После этого им пришла в голову мысль на данный похищенный паспорт взять кредит. Что они сделали? Взяли кредит на телевизор свыше 20 тысяч рублей, который стоит. Этот новый телевизор в упаковке они продали всего за 10 тысяч рублей и деньги проиграли в автоматы. То есть сейчас принимаются меры для установления лиц, которые способствовали им в совершении этих преступлений. Проводится предварительное следствие по данному уголовному делу». За последнюю неделю с просьбой оказать помощь в розыске утерянных сотовых телефонов милицу обратились 11 граждан. Зафиксировано 9 обращений по утерянным документам. Милиция обращается к гражданам в связи с участившимися случаями утеря документов, мобильных телефонов, местах отдыха и на природе. Не относитесь небрежно к своим вещам, не оставляйте их без присмотра, не берите с собой на природу крупные суммы денег и тогда ничто не омрачит ваш отдых. Екатерина Медведева, Сергей Чижов, новости нашего города.